Всем привет дорогие друзья, с вами Глеб Задоя и это новостной выпуск. Сегодня мы обсуждаем следующие новостные темы. В Тайване сложности с полупроводниками. Siemens Energy планирует уйти из России. Власти Германии исключили возможность использования Северного потока-2. Годовая инфляция в Литве достигла рекордных значений. Goldman Sachs снизил прогноз по стоимости нефти. Товарооборот России и Китая с начала года вырос почти на 30%. Объем фонда национального благосостояния России вырос в июле, а JP Morgan нашел 10 причин для оптимизма в отношении акций. В общем сегодня у нас новостной выпуск будет довольно насыщенным и интересным, поэтому обязательно досмотрите его до конца и поставьте лайк авансом. Ну давайте начнем с того, что в Тайване сложности с полупроводниками. Расстояние напряженности в тайваньском проливе, о котором мы с вами говорили в предыдущих видеороликах, может привести к осложнению ситуации на мировом рынке полупроводников. Об этом сообщили представители компании TSMC. А это, напомню, крупнейший мировой производитель полупроводниковых микросхем. В компании заявляют, что производственная цепочка полупроводников это сложный процесс. И если какой-либо конфликт повлияет на производство хотя бы одного компонента, вся система перестанет функционировать. А это станет большой проблемой для всего мирового рынка. Полупроводники сегодня используются практически во всех устройствах, которыми мы пользуемся с вами ежедневно. В телефонах, в компьютерах, в электронике, в автомобилях. И в связи с тем, что производство сконцентрировано в Тайване, любая турбулентность может повлиять на рынок их экспорта. И это также становится оружием в политической борьбе, уверенной в компании TSMC. Действительно, друзья мои, это очень серьезная может быть проблема, если действительно случится конфликт между Китаем и Тайванем. Если Китай решит все-таки вернуть в родную гавань Тайвань, или будут какие-то наложены, возможно, санкции, возможно, будут какие-то блокады Тайваня, то в этом случае мы можем действительно увидеть то, что просто перестанут производиться компьютеры, телефоны, остановятся конвейеры, автопроизводители и так далее. И вот тогда мировая экономика точно скатится в рецессию. Именно поэтому во многом и приковано сейчас такое большое внимание к этому конфликту, к этой ситуации, которая сложилась вокруг острова Тайвань. Siemens Energy планирует уйти из России уже этой осенью. Германская энергокомпания намерена закончить выход из активов в России осенью этого года. Компания начала реструктуризацию бизнеса. В третьем квартале убытки они оценивают примерно в 200 миллионов евро. При этом Siemens рассчитывают, что уход из России не принесет каких-либо существенных финансовых последствий. А руководство компании уверено, что Siemens Energy может продолжить обслуживать оборудование для газопровода «Северный поток-1». Siemens Energy занимается поставками и оборудованием, обслуживанием газовых турбин. В частности, концерн поставляет турбины для «Северного потока», как «Северный поток-1», так и для «Северного потока-2». Ну и вот, кстати, по поводу «Северного потока-2». Трубопровод не сертифицирован сейчас властями Германии. Как вы знаете, в настоящий момент не проходит даже процесс его сертификации. И таким образом, этот, собственно, газопровод, он недоступен для использования. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Политик согласился при этом, что осенне-зимний период будет для Германии непростым. Но правительство приняло необходимые меры. Представить сложные месяцы, снижение поставок из России в Германию ставит перед нами вызовы. И мы приняли многочисленные меры, заявил канцлер. Ну, непонятно, какие меры они там приняли. Они сейчас активно закачивают газ в свои хранилища. Но вопрос, хватит ли этого газа на весь отопительный сезон, это очень и очень большой вопрос. Ну, а для России, конечно, в переговорном процессе с Западом, газовые, вот эти инструменты, газовые козыри, которые есть в рукавах, да, у наших властей, они продолжают разыгрываться и, в общем-то, это очень серьезная точка давления на страны, в том числе и Европы. А там нарастают и другие проблемы. Это рекордная инфляция. Вот, например, в Литве, в Эстонии были зафиксированы рекордные уровни инфляции за многие годы. Например, вот в Литве инфляция составила в июле 21,6%. Сильнее всего, разумеется, выросли цены на продукты, на топливо, энергию, а также услуги. Это следует из сообщений Департамента статистики Литвы. Отмечается, что цены на продукты потребления за год выросли на 25,6%, а на услуги подскочили на 12,3%. Ну, собственно, инфляция продолжает, в общем-то, путешествовать по всему нашему замечательному миру и, в общем-то, очень серьезно, конечно же, осложняет ситуацию в экономиках европейских стран, в том числе и Прибалтике. Ну вот, кстати, одна из причин высокой инфляции, конечно же, это накачка безумным количеством денег финансовых рынков в 2020 году, когда была пандемия. А плюс к этому еще взлет цен на энергоносители и, в общем-то, многие инвестбанки, несмотря на довольно сложную ситуацию на нефтяном рынке, продолжают давать достаточно оптимистичные прогнозы по ценам на нефть. Вот так, например, Goldman Sachs, хоть и снизил свой прогноз стоимости нефти, но, тем не менее, считает, что нефтяные котировки будут продолжать расти. Банк пересмирил свой прогноз по стоимости нефти, речь идет о марке Brent. Напомню, что нефть бывает разных сортов, это Brent, WTI, Eurals, наш российский отечественный бренд нефти. И вот здесь идет речь именно о сорте нефти Brent. Значит, ранее Goldman Sachs полагали, что нефтяные цены в этом году будут 140 долларов за баррель по итогам третьего квартала, но сейчас снизили свой прогноз до 110 долларов за баррель. Напомню, что на текущий момент нефтяные цены находятся ниже 100 долларов. И также они пересмотрели свой прогноз в сторону уменьшения в четвертом квартале. Если раньше не ожидали, что нефтяные котировки будут находиться в районе отметки 130 долларов за баррель, то сейчас оценка 125 долларов за бочку. При этом прогноз на 2023 год, собственно, совпадает с прогнозом на четвертый квартал. Они по-прежнему считают, что 125 долларов за баррель мы увидим в следующем году. При этом аналитики банка объясняют свой прогноз следующими факторами. Почему они снизили свои прогнозы, но при этом все равно они считают, что нефть будет расти. Во-первых, говорят о рисках рецессии, разумеется. Заявляют о том, что коронавирусные локдауны в Китае могут повлиять на нефтяные котировки. Кризис китайского сектора недвижимости будет давить на рынок энергоносителей. Ну и также говорят о том, что возможно восстановление добычи в России. Аргументы в пользу повышения цены на нефть остаются достаточно вескими. Даже если предположить, что все негативные потрясения продолжатся. При этом Goldman Sachs подчеркивает, что на рынке нефти присутствует достаточно большой дефицит. И он даже больше, чем они ожидали в последние месяцы. Вот такая вот, друзья, моя история. Но я вам скажу следующую вещь, что мой все-таки прогноз по нефти достаточно неутешительный. Если смотреть на техническую картинку по нефтяным котировкам, то они в общем-то просятся пойти заметно ниже текущих значений. И в общем-то в каждом видеопрогнозе по понедельникам мы с вами картинку по нефти разбираем. И последние по крайней мере несколько недель прогнозы наши особенно сильно не меняются. Пока прогноз там негативный. Но вот Goldman Sachs наши с вами прогнозы немножечко не разделяет. Ну вот в будущем и посмотрим, кто оказался все-таки прав. Товарооборот России и Китая тем временем с начала года вырос аж на 30%. Об этом сообщает главное таможенное управление Китая. В годовом выражении товарооборот вырос до 97,7 миллиардов долларов. Экспорт Китая в России вырос всего лишь на 5%, до 36 миллиардов. Но согласитесь, в условиях, когда в России проблемы с импортными поставками, это довольно-таки неплохо. При этом экспорт из России в Китай вырос аж на 48%, до 61 миллиарда. Власти России и Китая договорились довести объем двухсторонней торговли до 200 миллиардов в год. А по итогам 2021 объем торговли составлял всего лишь на все 147 миллиардов. Но с учетом того, какими темпами сейчас растет товарооборот, я думаю, что 200 миллиардов в год сделать вполне-таки нашим странам по силам. Ну и вот хорошая новость от фонда национального благосостояния. Его объем вырос в июле. Рост составил в рублях почти полтора триллиона рублей. Собственно, сейчас объем фонда в общей сложности составляет 12 триллионов рублей. Но в долларах он сократился на 12,5 миллиардов, до почти 200 миллиардов долларов. Это следует из сообщений Минфина. Вообще есть информация о том, что весной Центробанк вкладывался в российский фондовый рынок. Немножечко непонятно, откуда такая информация, но тем не менее. Говорят о том, что полтора триллиона рублей было вложено в обыкновенные акции Сбербанка. 65 миллиардов рублей было вложено в акции Аэрофлота. 50 миллиардов рублей в обыкновенные акции Дом.РФ. 250 миллиардов рублей было инвестировано в привилегированные акции РЖД. И, собственно, в облигации авиакомпании Сибирь вложили 12 миллиардов. Совокупный доход от размещения средств фонда финансовые активы в 2020 году составил 16,8 миллиардов рублей. Это эквивалентно 230 миллионам долларов. Ну, в общем-то, вы знаете, на самом деле достаточно неплохо, наверное, что все-таки объемы фонда национального благосостояния растут за счет инвестиций в акции российского фондового рынка. Это, в общем-то, не может, так сказать, не радовать. Другой вопрос, конечно, что перспектива российского фондового рынка пока весьма туманная. И есть шансы на дальнейшее снижение российского фондового рынка, потому что выкупать его фактически некому. В общем-то, нерезидентов нет, институциональных инвесторов как таковых особо мы тоже не наблюдаем. Физики рынок точно не вытянут. И очень большой вопрос, за счет чего вообще может, за счет каких драйверов наш российский фондовый рынок может вырасти в будущем. Мы об этом с вами, кстати, рассуждали недавно у меня в телеграм-канале. Поэтому, если вы не подписаны на телеграм, то обязательно подпишитесь и выскажите свое мнение, что вы думаете. За счет чего может вырасти российский фондовый рынок и вырастет ли он вообще в принципе. Какие ваши оценки. Но вот по поводу оценок в отношении акции, JP Morgan нашел аж 10 причин, почему, собственно, можно найти оптимизм в акциях. Но речь все-таки, как мне кажется, здесь все это в американских компаниях. Главный стратег JP Morgan, Мислав Матейко, настроен оптимистично в отношении рынка акций. Он перечислил 10 причин, подтверждающих его оптимизм. Первое. Оценки акций выглядят привлекательными как в абсолютном выражении, так и по сравнению с бумагами, имеющими фиксированный доход. Второе. У институциональных инвесторов наблюдается повышенный уровень наличности, а также желание начать вкладывать средства в акции. Третье. Настроение инвесторов в настоящее время слишком медвежье, что, впрочем, часто рассматривается как бычий индикатор для акций. Четвертое. Истребиная активность ФРС достигла своего пика. Пятое. Доллар США, вероятно, достиг максимума в этом году. Шестое. Спад в экономике не подает признаков серьезной рецессии. Седьмое. Потребители с более высоким доходом по-прежнему устойчивы. Восьмое. Оценки доходов на Уолл-стрит вряд ли будут слишком сильно занижены. Девятое. Избыточные сбережения, накопленные во время пандемии, по-прежнему обеспечивают защиту потребительских расходов. И десятое. Эта мировая экономика вряд ли испытывает синхронный спад. Или испытывает, или испытывает, испытает, да, синхронный спад. Ну, друзья мои, на самом деле, там из десяти вот этих пунктов, как минимум там с половиной уже можно поспорить. Ну, и опять же, мои прогнозы, а вы все-таки, наверное, смотрите мой канал для того, чтобы слышать какие-то мои прогнозы, да, и мои мысли по рынку. Мои прогнозы таковы, что американскому фондовому рынку, а здесь речь идет в первую очередь именно о нем, еще есть куда падать. И опять же, мы не так давно и в телеграм-канале, и в видеопрогнозах на неделю с вами разбирали техническую картинку, куда может прицелиться американский фондовый рынок. К слову, сейчас вот в моменте он стоит на своих максимальных значениях за последние несколько недель, и все никак не может пробить вот эти вот максимумы, до которых он добрался. На фондовых рынках, да и на любых рынках, есть одно довольно простое правило, что если акции не растут, то есть если они уперлись в какое-то сопротивление и не растут, то, скорее всего, в дальнейшем нас ждет снижение. Именно этого снижения мы с вами ожидаем на американском фондовом рынке. Впрочем, конечно, если удастся все-таки пробиться выше тех максимумов, которые были нарисованы ранее, то, соответственно, тогда можно будет говорить о начале нового бычьего тренда. Вопрос у нас то, лишь только в том, насколько он будет продолжительным, этот бычий тренд. Потому что все-таки проблемы в экономике достаточно серьезные. Может быть не такие, как, в общем-то, некоторые особенно пессимистичные эксперты ожидали, но, тем не менее, есть сложности и с инфляцией, и с рябинной политикой Федрезерва. Впрочем, по рынку труда в прошлую пятницу мы с вами видели довольно неплохие показатели. Вот посмотрим, собственно, в среду, какие будут данные по инфляции в Штатах. И мы, кстати, будем проводить вебинар по торговле на этой инфляции в Соединенных Штатах Америки. Поэтому, если вы смотрите это видео до публикации статистики, то обязательно приходите на вебинар, будет интересно и, как минимум, полезно. Ну и, кстати, раз уж я заговорил про будущие вебинары, также мы планируем в этот же день провести в среду, собственно, в среду, получается, 10 августа мы планируем провести вебинар по поиску точек входа в рынок. На него тоже обязательно приходите. И на этих вебинарах я планирую анонсировать старт записи на новый поток быстрого старта нашего практически легендарного курса для новичков. Поэтому, если вы новичок на финансовых рынках, хотите, в общем-то, разобраться в них немножечко получше, чем у вас есть сейчас уровень знаний и финансовой грамотности в плане финансовых рынков, в общем, приходите на быстрый старт. За буквально три дня вы очень серьезно прокачаетесь. То есть, в общем-то, я там показываю и рассказываю о том, как выбрать брокера, как выбрать рынок, как не делать ошибок в начале пути. И даю несколько реально работающих торговых стратегий, которые вы можете, собственно, применять в торговле на финансовых рынках. В общем, пользы у этого марафона даже слишком, я бы сказал, много. Ну а цена участия вас приятно удивит, особенно если вы придете на вебинары, которые будут у нас 10 августа и запишетесь по самым первым стартовым ценам. В общем, не проспите, друзья мои, старт продаж, чтобы потом не было обидно. Ну и закончить это видео хочу новостью о том, что нерезиденты вернулись на срочный рынок России. Помните, что Центробанк нам обещал, что выпустит, в принципе, нерезидентов из дружественных стран на российский фондовый рынок, но потом отказались от идеи выпускать их на фондовую секцию и решили запустить только на срочный рынок. С 8 августа иностранным инвесторам из дружественных стран предоставили доступ к торгам на срочном рынке Мосбиржи. Обороты по итогам торговой сессии понедельника выросли лишь в контрактах на индексы. Так, во фьючерсе на РТС наторговали 23,5 миллиарда рублей, что, в общем-то, выше средних значений лета. Ранее наторговалось в среднем примерно 17 миллиардов, но, в общем-то, незначительно повысились объемы, так или иначе. Собственно, местами объем торгов даже просел в отдельных фьючерсных контрактах, но, в общем-то, все это укладывается, на самом деле, в рамке стандартной волатильности. Количество торгующих инвесторов увеличилось, опять же, лишь во фьючерсе на РТС. И ранее отмечалось, что доля нерезидентов из дружных стран на рынках торговой площадки в прошлом составляла около 1% ежедневного оборота. Поскольку доступ остался лишь к срочному рынку, то в ближайшем будущем сильного изменения в оборотах срочных контрактов ожидать не стоит. Ну, друзья мои, тут действительно, если бы нерезидентов даже из дружных стран пустили бы на торги акциями, то там, конечно, был бы обвал. И еще на прошлой неделе, в общем-то, российские инвесторы уже распродавали акции на ожиданиях того, что выпустят нерезидентов. Мне кажется, что Центробанк прекрасно понимает, что в текущих условиях маловероятно, что нерезиденты из дружных даже стран начнут выкупать подешевевший российский фондовый рынок. Корее-таки, наоборот, они предпочтут продать то, что у них есть, вывести деньги с российского фондового рынка и так далее. И это вполне логичное, оправданное решение. Именно поэтому, как мне кажется, решили и не выпускать их пока на фондовую секцию, опустить только на срочный рынок, который им не так уж и сильно, на самом деле, интересен. Если, в общем-то, так вот разобраться, что мы видим по объему торгов. Так что, особенно серьезно ничего не случилось. Будем дальше наблюдать за происходящим на российском фондовом рынке. И вот как раз на вебинаре, который у нас будет в среду, 10 августа, мы планируем поработать с точками входа в рынок именно на российском фондовом рынке. Посмотреть, какие акции российского фондового рынка интересны для покупки и на каких уровнях. В общем, приходите, опять же, будет интересно. Все ссылки я оставлю в описании к этому видео. Ну, а на сегодня у меня на этом все. Всем спасибо за внимание, всем успехов в торговле и до встречи в следующих выпусках. Всем пока-пока.